Если человек не познал Бога, не встретился с Ним, он обречен. Вот это святая Библия, еще раз показываю, посмотрите. Я думал, отец, прости, вы по образу и подобию созданы Господа, и Бог внутри нас. И как можно его не встретить, если Бог во всем? Ну я вам первый вопрос задам. Человек, который соединяется с женщиной, как вот здесь вот совокупляются, это как назвать его? Блудник, вы здесь все караулить, это все, это блудный, самый блудный канал. Кто его составил? Ну, наш же Господь создал, полку уже подвес. Ну ясное дело, что не крыса создала, а Господь создал определенную цель. А кто нам дал все эти инстинкты? А инстинкты дал Господь, чтобы ты показал себя, что ты человек. Скотина не может подавлять, а ты подави его. Женись нормально, клади детей. А что вы семя-то свое по миру распускаете? Отец, с этим все нормально. Я женат и детей. Ну вот. А что, в рулетку приходят только для одного, для блуда. Я спрошу, кто я составил? А кто я составил рулетку-то? Кто изобрел ее, знаете? Ну, наверное, это, я не хочу ругаться. Ну не надо, я вам скажу, мальчишка, 17-летний двоечник, Андрей Терновский, он говорит, экзамены у меня одни двойки, я стал думать, что же делать-то, изобрел вот эту вот рулетку-то. А сейчас, говорит, стал миллионером, на Лазурном берегу в Америке живет. Здесь 80% примерно мусульмане. Они устроили здесь рай себе. Ему разрешаются 4 жены и 44 блудницы. Не, ну, смотри, отец, они как бы не ходят в это время по улицам, не режут никого. Правильно, правильно. Они здесь договариваются, встречаются. С чем лучше-то это? Ну, как бы, ну, о чем они здесь договариваются? Как один человек пишет, у меня, говорит, дочь, он сам предприниматель. Вот она смотрит телевизор, раньше, когда еще было. Погасло серое пятно. Не научилась ни считать, ни стихи составлять, ни на конец скакать. Серое пятно. И поэтому выросла такая, никуда не угодная. Надо заниматься все время, продвигаться, уметь делать, быть лидером. Зачем женщине что-то уметь? Ей нужно рожать детей. Ну, ладно, я вам расскажу немного. Мы, православные христиане, зашли в это ущелье мрака и тьмы. В этот Содом и Гоморру. Строим мы православную деревню с нуля. Разговариваем, когда человек докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Ну, ты, простите, вы просили не материться, мы не материмся. Насчет пить и курить не было мне сказано ничего. А вы на простой вопрос даже не ответите. Скажите, зачем вы бреетесь? Зачем мужской образ портите? Зачем вы подкаблучниками делаетесь? Это блудодейная ересь, протопопа, вакуума, бреется. Это мужеложники придумали все. Мужеложник, да, мужеложник. Ну, ты же мужчина. Ты посмотри, зайди в храм, веришься, крестись, крестись, посмотри по иконам. Работу не пустят, а с ней не побреешь. Так, послушай. Структура страны такая. Слушай внимательно. Вам сколько лет? Нам по-разному. Ну, сколько вдвоем вам будет? 60. А мне одному 80. Так что молчите, сидите, слушайте. Давай. Давай. Так вот, смотри. Был раскол. Когда Никон вел реформы. Получилось так, что стали их презирать старобрядцы. А вот у них был руководитель протопопа в вакуум. И он говорит, бродобритие – это блудодейная ересь. И вы выходите. Так, ни слова. Теперь, когда в храм зайдете, посмотрите. Христос с бородой. Апостолы с бородами. Все. Пророки с бородами. Фридрих Энкель с бородой. Кармарс с бородой. У Ленина с борода. У Джинжинского борода. Ну, вы-то кто? Да, вообще как-то не у нас. Смотрите. Ленин сидит. Ульянов Владимир. Их семеро. Старшему 30 лет. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Все с бородами. Это новое все. Это мужеложники придумали. Садомиты проклятые. Вы посмотрите, как по сегодняшний день. Вы помните Фиделя Кастро, нет? Примерно. Ну, лидер Кубинской революции. Как он приезжал тут? Какая у него борода? Посмотрите, Достоевский с бородой. Лев Толстой. Ну, я перечисляю. Это наши. Майков. А давайте перечислим теперь безбраты. Вы кого-нибудь знаете безбраты? А их перечислять не надо. У них ничего нет. Это такая мелочь. Мелизгата Микина. Я называю гигантов мысли. Вы знаете, что Ходорков без бороды, да? Да, смотрите. Горький писал. Безбраты. Так, без рукования. Максим Горький, Алеша Пешков, писал. Он писал стихотворение, оказывается. И он говорит, а вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Можно почитать. Здорово, правда? Здорово, очень. А вот если вы почитаете Сергея Есенина, ответ Демьяну Бедному, вы скажете, никогда в полном собрании сочинений даже не было. А сейчас все печатается. Сейчас все в интернете уже можно найти. Так что в интернете? Ну, можно сочинения, все собрание сочинений. А вот смотрите. Сегодня печатают. Карл Маркс, 15-летний, выпускной экзамен. И он пишет сочинение на 15-ю главу Евангелия от Иоанна. Христос говорит, я есть миссия на виноградная лоза, вы ветви. Он говорит, как виноградики, ягод, как ягодки. Так мы должны жить дружно. Пятерку получил. А это все прятали от нас. Мы узнаем, что в мире... Отец, расскажи, пожалуйста, почему, когда я прихожу в церковь, меня спрашивают, какую, ну, когда я свечку хочу купить, какую мне свечку? За 10 рублей, за 15 рублей, за 20 рублей, за 50, за 300 рублей в последний раз мне свечку предлагали. Я вам отвечаю, понятно, вопрос понятен. В церкви торговля запрещена. Свечи должны быть... Вы перебиваете на полсловие-то, вы слушать не умеете. Я сейчас отойду, и вы ничего опять не будете знать. Будете хлебать там сидеть, эту жижу свою. Теперь смотри, определенно и четко. Торговля запрещена. Христос выгнал и выкинул все. Он говорит, дом мой дом, а молитвы наречется. А вы сделали вертепом разбойников его. Теперь свечи должны быть восковые. А они синие, красные. Это фальшь. Это не должно быть там. А вот у нас храм. Отдельно мы построили храм. У нас спасики воск берут и делают свечи. И ставят сколько нужно. Никто не ходит со свечами, лбами не колотит иконы. Ну вот, услышал? Исполняй. А то есть нет никакого одного правила для всех? Это одно правило, одно. Торговля запрещена. Христос зашел в храм, взял бич, сплел. И торгашей выгнал, порол их оттуда. Столы опрокинул им все. Да, это из Библии, я помню. Это из Библии. Так. А как же иначе? А тут, главное, сидят процентов 80 мусульмане. А мы другой веры, я говорю, какой? Может быть, это считаете? Считаю, что написано. Коран. Я говорю, считаю, что написано. Не может, я говорю, баран. Свою веру не знаешь. Да, не, мы христиане, отец. Да, мы христиане, это хорошо. Бороду не брей, выбрось бритву-то. И все, заколебалась твоя православная вера. Зачем кокосишь под сектантом? Нет, работу может сразу. Да не надо работу. Какая твоя работа? Я на военном билете, 62-м году. 62-м. Уже с бородой. Я людям помогаю. Ну и помогаю еще борода. Тебе запутается между ног, что ли? Не, ну подолгу служба. Это не служба, это бабники. Две мамы в одном доме устроили. Это Содом и Гаморра. Не бей, выбрось бритву. А то он сейчас как в лоб дам тебе шалбан-то. Ладно, вот ты смотрю на читанный человек, да, как бы, вот, есть же, да, вот, разные толкования Библии, да, от Матфея, от Иоанна, да. А сколько Евангелий? Скажите сначала, сколько Евангелий? Ну, я знаю четыре, я читал. Так, называй, называй их как. Ну, вроде бы от Петра, от Иоанна. Петра и Иоанна. Да где ж ты считал-то? Где ты видел Евангелие от Петра? Чего ты городишь? А молодой сидит и слушает бредни твои. Слушай внимательно. Четыре Евангелия. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. А Иоанна, да. Иоанна в Новом Завете 27 книг. А всего в Библии полной 77. Чего ж ты ничего не знаешь-то? Заходи на наш канал, называется «Во свете Библии» канал наш. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас 15 тысяч 400 роликов. Давай, записывай быстрее, а то сейчас мне некогда. У нас молитва сейчас будет. Когда начинаешь? Сейчас будем начинать. Игнатий Лапкин во свете Библии. У нас сейчас молитва по скайпу идет. Куда же ты записать-то не знаю. Ну где-то напиши хоть. Бумажки должны быть. Папиросы не забываете, а этот забывает. И... Игнатий Лапкин во свете Библии. Заряжай. У нас там посещаемость 36 миллионов просмотров. А вы заряжайте. Что? Откуда будете? Непонятно. У вас микрофон далеко, слабо так. Родом откуда будете? Родом откуда? Да там, где нахожусь, там и родился. Как пословица говорит, где родился, там и пригодился. Это понятно. Я тоже. А вы хотите узнать, где я нахожусь сейчас в настоящий момент? Так точно. Ну да, это Алтайский край. Город Барнаул. Знаю, знаем такое. Второй раз уже попадает сегодня с Алтая. Да. Собеседники, да. Мы с вами встречались или нет? Нет, с вами нет. Ага. Мы людям сразу говорим, что тут много греха, что творят люди. Надо жить по слову Божию. Что нам Господь Бог велит? Что Христос умер за наши грехи и зовет покаяние, чтобы веровали. Молились. Ладно. Ладно, спасибо большое. Всего доброго. Слава Христу. Слава. До свидания. Здрасте. Вы хотите что-то узнать больше о своей душе, о Боге, о вечности, о смысле жизни? Это платно? Нет, бесплатно. Бесплатно? Бесплатно, совершенно. Не было никогда, так? Может быть, есть. Да какая же так, не знаете. Это самое ценное, что у вас может быть в доме. Самое ценное. Говорю, вам тут нравится находиться? Где вы находитесь? Ну, я только зашел, все. Вам это очень не полезно? Вас может инфаркт хватить? От переживаний. От какого года вы? 39-го. И что вы так делаете? А несем свет Евангелия людям, которые погрязли в грехе, несмотря на возраст, о смерти не думают, а живут для блуда, чтобы им рассказать, что блудники будут в огне гореть. И пьяницы, и наркоманы. Вместе с сатаной. Ага. Ну, ладно, давайте, поду, дальше. И как? Так а что же такое тут делается-то? Здоровые, крепкие мужики. Рубля не стоят, валяются. Всего на дежурстве ловят чужую юбку. День и ночь смотрят здесь и лежат. Людям принесли весь благую в это ущелье мрака и тьмы. Погибели. Ни один блудник царствие Божие не наследует. Он будет с сатаной в огне гореть. Ладно, давай. Страшно звучишь. Там ходишь, никому не заходи в дом. Это очень опасно. А к моей подруге можно? Ну и к подруге не надо даже. Там могут быть другие люди, кто придет. Вместе, в одном месте у вас дома. Будьте, все, береги себя. Спасибо большое. Потому что много всякой пакости везде. А жизнь, она одна. Ты девочка хорошая. Поэтому благодари Бога. И ни с кем лично не разговаривай. Тебе сколько лет? Хорошо. Вот самый возраст, где надо беречь себя. А мне 80. Ого. Вот так. Поэтому у меня опыт жизни есть. И я вам рассказываю, как себя беречь. Нигде не заходи никому. Они придумают там разные игры и все. И пропало. Теряются. Мне прислали ролик. Маленьких детей воруют. Их сразу убивают. Льдом в ящик обложили. И на органы отправляют в Китай. А там сердце кому продают легкие. Кому печень. И люди ревут стоят. Там нашли их детей. И этих бьют китайцев в ящики. А ящик льдом наполненный. Чтобы не испортились дорогой. А им говорят, ну легкие вытащили. А куда девайти? Говорят, мясо куда? Варим да едим. Вот береги себя. Я тебе рассказываю. Вот у нас канал есть. Большой в Ютубе. Называется Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Вот если запомнишь Игнатий Лапкин. Ты можешь по скайпу меня найти. У меня брат священник. Во свете Библии. Очень большой канал. Очень большой. У нас 15300 роликов. Офигеть. У моего брата есть такое кольцо, которое как хамелеон тоже в церкви. Что-то плохо слышно. Так как-то смело все. Говорят то, что... Ой. У моего брата у него есть такое кольцо, которое хамелеон в церкви. Еще у него говорят... У вас какое-то торможение тут идет. Слова пропущенные. Ваш брат в церкви, я так понял. У моего... У моего брата есть такое кольцо с церкви. А-а-а. Так он же все, женился? Хамелеон. У меня не просто хамелеон. Такое, знаете, в церкви. Ну, если женился, то кольцо надевается на правую руку безымянный палец. Кольцо означает вечно не кончающаяся любовь Божия, что до нашей грехи Христос умер. Умер Господь Спаситель и воскрес. Вот на Пасху мы и говорим, Христос воскрес. Что отвечают? Воистину воскрес. Ой, а куда пришла? Ну-ка, пошли сюда. У меня в избе голуби были. И у меня на улице голуби, голубятня. Голуби такие интересные, летят и через голову переворачиваются. Турманы называются. И в деревне, мы строим деревню православную. Своими силами школу, храм построили. Вот так. И дети... Я вот начальник детского лагеря был 45 лет. Отовсюду дети приезжали, из-за границы. У нас очень интересно было на лошадях, на конях ездить учились. И на лодках плавает каждое воскресенье. Каждый день много раз купаются. А в пятницу костер, картошка, песни поют. И мы всегда встаем в пять утра. В пять утра утром поработать, а в восемь завтрак. Чтобы аппетит пришел искупаться. И вот вы зайдете, если на наш сайт, называется «Восвяти Библии», сайт, не YouTube. Там фильмы эти стоят. Три фильма государственных, она снятая. Вам будет очень интересно посмотреть. Ну ладно, давайте, до свидания. До свидания, с Богом. Благослови вас Господь. Благослови вас Господь. Да. Библия. У меня такая дома есть. У меня дома. Вот так. Надо верить в Бога. Угу. Ой, школу-то еще в этом году не закончили и закончили уже? Закончили уже. И сразу же закончили. Закончили? Да. Молодцы. Хотите, я вам несколько наказов дам? Да, давайте. Вы никому никогда не заходите домой. А где бываете, скорее домой идите. Потому что маленькие дети очень часто теряются. Себя берегите. Пойдете, сначала три поклона положи. Батак, поклонись. И скажи, кто родители есть. Благословите. Придешь опять. Никуда из дома. Ну-ка, ты мне залезла тут. Так. Помогите мне деду. Помогите мне. Там демон. Там демон.